Ситуация с назначением министра обороны зависла на стадии неопределенности. Президент сегодня заявил, что он не согласен с кандидатурой правительства. Правительство не раз говорило, что оно не будет выдвигать другую. И всем понятно, что за всем этим стоит нечто большее. Это большее не только об отношениях власти и оппозиции. На повестке дня стоит вопрос полномочий главы государства. А если пойти еще дальше, то и формы правления. Лучшие юристы ломают головы для того, чтобы понять, а затем объяснить нам самое главное, что говорит об этом Конституция. Всегда ли решающее слово принадлежит парламенту? И в конечном итоге, насколько грамотно распределены полномочия ветвей власти в стране, где и парламент, и президент избираются всенародно? Разбираем все принципиально, потому что вы смотрите «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И представляю вам моих сегодняшних гостей. Это все юристы, я считаю, которые входят в высшую лигу. Давайте по порядку. Сергей Мишин, эксперт по конституционному праву. Добрый вечер. Добрый вечер. Владимир Цуркан, депутат от партии социалистов Республики Молдова, глава парламентской комиссии. Здравствуйте. Виталий Гамурарь, юрист, эксперт по конституционному праву. И вам здравствуйте. Здравствуйте. Вас с дебютом, во-первых, двоих, потому что вы впервые принимаете участие в нашей программе. Я думаю, что тем интереснее для вас и для нас будет узнать вашу точку зрения. Первонаперво, согласны ли вы с тем утверждением, с которым вы очень часто сталкиваетесь? Аналитики говорят, что у нас война ветвей власти на сегодняшний день происходит. И если да, если согласны, то кто с вашей точки зрения в этом виноват? Господин Гамурай. Я изначально хотел бы сказать то, что в отличие от Сергея, я не эксперт по области конституционного права, больше международного публичного права. Но поскольку наш вопрос сегодня касается конституционности, то понятно, что я знаком с конституцией, знаком с конституционным правом. Вас очень многие так представляют. Я вот обращала внимание. Ну ладно. Иногда ошибочно, потому что мы говорили об этом еще раньше. Очень часто, к сожалению, проводятся различия между международным и конституционным правом. Хотя очень много общего. Но поскольку я видел, читал, что на днях меня представляли как конституциониста, поэтому я уже высказался. Сглашай. Хорошо. Давайте вот так. Изначально, то есть первый вопрос, который возникает, это форм управления в Республике Молдова. Если, например, до выборов господина Дадона, всенародный выбор после решения конституционного суда, то вопрос, многие ссылались на решение конституционного суда от 99-го года, где четко было высказано, что поскольку глава государства назначается парламентом, парламент является всенародовыбранным, то в принципе, в последствии ответственность за то, что происходит в стране, ответственность за правление несет парламент и то правительство, которое он предлагает. Поэтому вот здесь один из вопросов. Я бы не хотел говорить, что сейчас идет некая война между ветвями власти, поскольку, по большому счету, глава государства также является частью исполнительной власти, несмотря на то, что есть некоторые особенности. Поэтому понятно желание господина президента иметь больше полномочий, поскольку он исходит из того, что он был избран всенародно, так же, как и парламент. Но в любом случае мы стоим на позиции, что Республика Молдова остается в дальнейшем парламентской республикой. Парламент взял на себя всю ответственность за правление в Республике Молдова, в данном случае и правительство, которое вынесло работать с парламентом. В таком случае возникает немного вопроса о том, насколько глава государства является полноценным, в хорошем смысле слова, участником, то есть берет на себя такую же ответственность и принимает такое же решение в стране, как, например, парламент или правительство. То есть вот здесь главный вопрос, с которого нужно начинать и на который нужно давать ответ. Если я правильно воспонимаю отношение ветвей власти или, скажем так, президент, правительство, президент, парламент, вы не характеризуете как война? А как что вот это? Вот эти постоянные обмены репликами, вот эти действия, которые мы наблюдаем, это что? Это ведь не назовешь какими-то консультациями мирными? Нет, ну конечно, это не консультациями, ничего в этом страшного нет, это и есть демократическое развитие государства, и мы не первые, которые проходим через такие моменты. Я бы это назвал больше некая такая форма диалога, поскольку в любом случае и демократическая партия, которая взяла на себя ответственность за то, что сегодня происходит в стране, то есть и в лице парламента, в лице правительства, но и партия социалистов, которые также большое количество, так проще скажем, депутатов, и глава государства. Поэтому мы понимаем, что необходимо сотрудничать, необходимо находить некий диалог. Но, к сожалению, то есть это часть политической борьбы, я бы назвал неким политическим кризисом, то, что сегодня происходит, но никак не... А, политический кризис. Благодарю вас. Я уточнила, если можно в дальнейшем быть более компактным в своих ответах, да, потому что у нас очень много вопросов. Владимир Иванович, ну вот политический кризис, считают представители, вы же еще и к демократам относитесь по роду своей деятельности. А вы как охарактеризуете? Ну, я бы для начала высказал несколько моментов, с которыми я не согласился бы с моим сегодняшним оппонентом по Платоу, поскольку говорить о том, что это парламентская республика, вряд ли это, республика Молдова, вряд ли будет правильна. Не то, что вряд ли, а это категорически неправильно. Начнем с того, что в принципе, в соответствии с Конституцией, власть в республике Молдова, так же, как и в абсолютном большинстве демократических государств, принадлежит народу. Народ реализует эту власть через свои представительные структуры, органы. В данном случае, а, через парламент, который избирают, и, б, после того, когда народ избрал президента, и через президента. Причем, в этом смысле, политическая легитимность этих двух структур на сегодняшний день, я говорю о ситуации сегодняшнего дня, абсолютно неравнозначна. Поскольку выборы 14-го года, ноября 14-го года, они совершенно не находят свое отражение, результат этих выборов в сегодняшней конфигурации парламента. Это с одной стороны. С другой стороны, как бы то ни было, а выборы 14-го года означали, что часть мнения людей, или мнение части людей, они остались неучтенными. Не учтенными, поскольку произошло перераспределение голосов. Что касается выборов президента, напрямую избрали, и совершенно ясно, что большая часть населения доверила господину Дадону быть президентом. И здесь возникает уже проблема, не столько у кого власти больше, а насколько эти две ветви интересов народа будут сотрудничать. Вы знаете, до встречи, которая была несколько месяцев тому назад, если не ошибаюсь, президент встретился с премьером и с обстоятельством парламента. Ну, где-то так вот можно было подумать, предположить, что вроде бы начались какие-то консультации для того, чтобы определиться, ну, хотя бы по основным болевым сегодняшним точкам. Но, к сожалению, дальнейшее развитие событий показало, что все-таки уверенность в том, что раз большинство в парламенте и правительство принадлежит этому большинству, то в этом смысле правящее большинство сегодня считает, что нет, власть реально принадлежит им. И поэтому они считают, что это сегодня можно назвать парламентской республикой. И поэтому произошло то, что произошло еще до выборов, кстати, президента, законодательные ограничения целого ряда инструментов президента, которыми он обладает по конституции. Да и после выборов. И после выборов это вообще уже, так сказать, не подлежит никакому измерению. Поэтому, вот если говорить о сегодняшнем дне, я соглашусь с тем, что действительно мы находимся в стадии политического кризиса. То есть вы согласны примерно с такой формулировкой? Да, это политический кризис, кризис двух ветвей власти, которые теоретически, ну Сергей поправит, если я в чем-то чисто, я говорю с политической большей точки зрения, сегодня реально, значит, мы считаем, президент считает, что он представляет интересы народа, тем более, что эти мнения народа по поводу его программы, в том числе, были высказаны гораздо позже, чем выборы 2014 года. А с другой стороны, результаты выборов 2014 года сегодня реально не соответствуют тому, что мы имеем в парламенте. Смотрит нас сейчас внимательно телезритель и думает, ну хоть и сходятся они в оценке политической ситуации, называя ее политическим кризисом, но зритель ужаснется, потому что он не понимает, как не могут сойтись в определении формы правления. На самом деле, это ведь очень важный момент. То есть вы говорите о парламентской республике, вы с этим не согласны. Господин Мишин, как такое может быть, что мы до сих пор, да, не то, что там какие-то вот сиюминутные политические, юридические вопросы решаем, мы до сих пор не можем понять, какая у нас форма правления. Вы как считаете? Здесь очень просто. Во-первых, те, кто говорят, что мы парламентская республика, ну он представляет, как бы, мнение, скажем так, партии, которую он здесь представляет, потому что все руководители партии демократической говорят о том, что мы парламентская республика. Ну, начнем с того, что те изменения, которые были в 2000 году внесены в Конституцию, не означает, что мы приобрели форму парламентской республики. Мы стали только на рельсы становления и построения этой республики у нас. Когда Конституционный суд в 2016 году, 4 марта, изменил форму избрания президента, мы тем более не можем говорить о том, что мы являемся парламентской республикой. То есть, во всех классических парламентских республиках, которые существуют на международной арене, президент избирается парламентом или комиссией из депутатов парламента. Но ни в коем случае не всенародно. Это первый момент. Второй момент. Избрание правительства, которое существует у нас по форме, крайне отличается от реальной парламентской республики, которая должна быть по своей форме. То есть, о чем я говорю. У нас как происходит избрание правительства. Президент предлагает кандидатуру, выражается в отум доверие, президент своим указом назначает данное правительство и присяга приносится перед президентом. В парламентских республиках президент только предлагает кандидатуру премьер-министра, дальше назначение и присяга происходит в стенах парламента. И, соответственно, идет и контроль парламента над исполнительной властью, то есть над правительством. Говорить о том, что президент сегодня является частью исполнительной власти, тоже в корне неправильно. Объясню, почему. Потому что у нас по шестой статье Конституции четко написано разделение властей и власти. Законодательное, исполнительное и судебное. Законодательная власть – это парламент, исполнительное правительство, судебное – это все суды, которые у нас существуют, за исключением Конституционного суда. Президент, то есть в понятии разделения властей есть такая главная составляющая – это сдержки и противовесы. Так вот, институт президентства на сегодняшний момент и является теми сдержками и противовесами между ветвями власти. Если мы говорим четко по Конституции, четко с юридической точки зрения. А как бы вы назвали форму правления, если она не парламентская? Ну, смотрите, на сегодняшний момент я бы ее назвал парламентско-президентской. Не чисто смешанной в том смысле, как она должна быть, а именно парламентско-президентской. Отвечу почему. По одной простой причине. Потому что, когда отменили те изменения 2000 года в Конституцию, их отменили частично. И те права, которые президент имел до 2000 года, не все вернулись. Поэтому, но частью прав он продолжает и обладает до сих пор. Даже элементарно. Никогда в президентской форме правления, вернее, в парламентской форме правления не бывает, чтобы указ президента после его подписания действовал и распространялся на всю территорию и на всех граждан государства. То есть, он обязательно должен быть консигнован министром, который за это направление отвечает. Либо правительством, если это общемассовое. Это при парламентской форме правления. У нас же по Конституции, согласно 94-й статье, указ президента распространяется на всю территорию Республики Молдова. И все обязаны его исполнять. Господин Мишин, вы сейчас можете ответить не как участник политического процесса, потому что у нас сейчас уважаемые мои гости представляют еще и партию, а вот вам такой вопрос. Правда ли, исходя из ваших слов, что во всем делении, для кого как, главную роль играет политический момент? Именно политическое целесообразие. Если можно, да или нет? Это безусловно. К вам вопрос тогда, господин Гамурарь. Вот смотрите, как часто у нас закон менялся в угоду политической целесообразности? Были такие моменты? Ну, конечно, потому что... Вы можете что-то вспомнить? Вот честно сказать, да, вот этот закон мы поменяли, потому что у власти, к власти пришли другие люди, у нас другое видение. Возьмем-ка мы поменяем закон. Нет, ну, знаете, я всегда провожу параллели с нормой международного права, когда если нет политической воли, то ни одна юридическая норма не принимается, и юридическая норма не может быть одобрена, если, опять же, в отсутствии политической воли. То есть вот эти моменты, они взаимосвязаны, и, естественно, в внутренней политике это правило так же играет, потому что в любом случае мы не говорим о коренных изменениях, то мы говорим тогда, когда приходит новый парламент. Вспомним, это было и в 2001 году, когда партия коммунистов выиграла, это было и в 2009 году, когда были попытки изменить. То есть это касается и некоторых международных обязательств, это касается и некоторых изменений на внутренней арене, это касается, например, восстановления... То, что последние полгода мы говорим о том, о изменении системы выборов, то есть когда был найден компромисс, это опять же... Причем это не только в угоду желанию одной партии, это было высказано еще до демократической партии. Я не говорю сейчас по поводу партии. То есть вы согласились с главным аргументом, что у нас очень часто законы принимаются в угоду политической целесообразности. Я могу вам помочь. Поправки те самые в Конституцию 5 июля 2000 года, когда, собственно говоря, ограничили полномочия президента, наплевав при этом на волю народа. Тогда был проведен референдум, если помните, да? И народ высказался за усиление президентских полномочий. Что было сделано в итоге? В итоге дружно было проголосовано за понижение роли президента. То есть как тогда говорили, тогда вот говорили эту фразу, что мы будем парламентской республикой. Это все... Вы согласны с таким утверждением? Ну есть, потому что нужно учитывать... То есть политика, чистой воды. Для того, чтобы Петр Кириллович не принимал участие в выборах президента, Владимир Иванович, я права? Вы помните те времена? Ну, давайте не будем мы сейчас Ивана Ивановича, Петр Петровича и так далее. Это не столь важно, кто. Самое главное, я согласен в этом смысле, с тем, это, собственно говоря, не то, что вот кто-то и знает сейчас об этом сказал. Действительно, что такое закон? В принципе, это концентрированное выражение политической воли на тот момент. Вот такая воля была политическая, вот приняли такой закон. Вопрос в другом. А кто носитель этой политической воли? И кто этого носителя уполномочил, чтобы он эту волю свою формулировал в виде этих законов? Вот здесь нужно это иметь в виду, ведь я с этого начал. Носителем реальным суверенитета является народ. И он уполномочил, скажем, Ивана Ивановича выражать его волю в лице той кампании, которая сложилась в результате выборов в парламенте. Иван Иванович – это парламент. А Иван Иванович превратился в Сергея Сергеевича. То есть совершенно не то, что народ хотел. И поэтому та политическая воля, которая сегодня концентрированно выражается через принятие целого ряда законов, она сегодня, на мой взгляд, не соответствует тому, что хотел бы народ. И поэтому, кстати говоря, в этом-то и сила и возможности реальные президента вы не согласны со мной, я не согласен с вами. Давайте спросим у народа. Потому что народ был тем, кто нас породил. Парламент и президент. Я не говорила, вы сами сравнили эти ситуации с сегодняшним днем. То есть вы хотите сказать, что сейчас тоже политическая целесообразность во всех этих моментах, во всех тех последних законодательных инициативах, которые мы наблюдаем в отношении президента. Это просто чистая политика или юрисдикция. Вот вдруг взялись и... Ну, когда вот, например, по поводу СИБА, президентские полномочия ограничивали. Ну, вот давайте представим, что это не политика. Что вот просто взялись за закон. Сказали, настало время, будем менять. Ну, как можно представить, что это не политика? Смотрите, я просто приведу два постулата. Первый. Оба из Конституции. Первый. Президент является гарантом суверитета, независимости и целостности страны. Второе. Государственная безопасность и органы государственной безопасностью, это те органы, которые обязаны обеспечивать охрану суверенитета, независимости и целостности территориальной страны. То есть, с одной стороны, тот, кто является гарантом, с другой стороны, инструмент. Сегодня, благодаря вот той самой непонятно как сформировавшейся политической воле, сконцентрировано обрезали носителя гаранта от инструмента и предоставили право, допустим, представлять кандидатуру директора службы информации и безопасности 10 депутатов. Спасибо. С точки зрения политики, вы можете сейчас вспомнить какие-то примеры из политической жизни? Когда бы политика правила бал? Когда бы законы у нас именно в угоду политикам? Я вам скажу, что это происходило в 2000 году. И это произошло 4 марта 2016 года. И причем и то, и другое сделала одна политическая партия, это демократическая. Они передумали. Ну да. Сейчас Ксенда Мураш скажет, почему. В 2000 году кто был инициатором законопроекта об изменении Конституции? Демократическая партия Республики Молдова. Все мы прекрасно это помним, мы знаем. И 4 марта 2016 года, и вот, кстати, очень большое сожалению на сегодняшний момент, я хочу сказать, что Конституционный суд сегодня превратился из суда в политический орган. И это мы с вами можем наблюдать на протяжении, ну вот давайте начнем мы с 4 марта 2016 года. То есть это более года. То есть политической воли в парламенте им не хватило изменить Конституцию. Они это переложили на плечи Конституционных судей, изменили так, как это было выгодно. И вот объявили, ну как бы народ хотел, а мы вот сделали. Ну мы с вами понимаем, что при этом, когда видя, какой результат набирает оппозиционная партия и оппозиционный кандидат, что начали делать? Урезать те полномочия, о которых вы сейчас говорили, по политическим мотивам. И преподнеся это, несмотря на то, что выборы прошли, уже понятно, кто выиграл эти выборы, уже назначена дата инаугурации, но тут мы резко принимаем закон о прокуратуре, мы резко назначаем генерального прокурора, дабы не успел следующий президент. Понимаете, вот это называется прямое вмешательство политики в юриспруденцию, что, к сожалению, может привести к большому краху. В том числе и то, что Конституционный суд на сегодняшний день является политизированным органом. Господин Гамурай, согласны, вот тут демократов обвинили в этих всех вещах, не могу не предоставить вам право на реплику, но, конечно, вот зрители волнуют, вот все эти моменты, вот демократов обвиняют в этом, говорят, да, что они все это делают именно из-за того, чтобы ограничить полномочия президента, который набирает политический вес, политические очки, вы знаете его рейтинг, да, правда это или нет? Ну, я, конечно, с этим не соглашусь, это во-первых. А почему? По простой причине, вот сейчас Сергей сказал о том, что было бы неплохо, если бы политика не вмешивалась в юриспруденцию. Вот то, что сегодня прозвучало о том, что Конституционный суд является политизированным и выполняет политические заказы демократической партии, то есть, на мой взгляд, это и есть вот некое влияние политики на вот такого рода заявления, которые... А вы так не считаете? Вы считаете, что он у нас независимый орган, да? Конечно. Во-первых, я исхожу из некоторых объективных моментов. Я знаю, как работает Конституционный суд, я знаю досье судей наших, кто где-то проработал, и сравниваясь со многими международными структурами судебными, то есть я могу понять, что не так просто человек, который добивается своего имени на протяжении всей своей жизни, когда он добивается того, что его считают специалистом, чтобы потом он просто все это растерял. Это первый момент. Во-вторых, когда мы пытаемся говорить о том, что Конституционный суд является политизированным, мы исходим из того, что некоторым партиям, например, не нравится решение, которое принималось. Потому что в 2016 году, 4 марта, недемократическая партия заявила о том, что мы хотим, чтобы выборы были непосредственно... Народом выбирался президент. Это было сделано Конституционным судом, причем было дано толкование. Я уже не говорю о том, что решение Конституционного суда выполняется. Мы их можем обсуждать с точки зрения юрист-продвенца, как теоретики в данном случае, потому что последние решения, которые были в 2014 году, я помню, решение по договору об ассоциации. И здесь, когда мне до этого спрашивали, как я вижу, каково могло бы быть решение Конституционного суда, я уже говорил, как юрист-международник, говорю, во-первых, есть положение международных договоров, Молдова является участником, что государство не может ссылаться на внутренние законодательства для неуполнения взятых на себя международных обязательств. Поэтому я не вижу здесь политической ангажирования со стороны Конституционного суда. Да, последние годы, после 2009 года, Конституционный суд должен был дать ответ на очень щепетильные вопросы. Но это пример тому, что демократически государство развивается. Да, было такое дело. У меня только один маленький вопрос. Вы видели рейтинги Конституционного суда, согласно последним вопросам? То, что думает народ, как Владимир Иванович говорит, носитель высшей воли. Вы видели рейтинги? Вы знаете, я всегда вспоминаю где-то 2000-й год одно заявление одного профессора, который сказал, что придет момент, причем он специалист Конституционного правила, придет момент, когда Конституционный суд, например, из ограниченного количества людей, будет решать больше, нежели парламент, который избирается всенародно. Но при этом, сам же сказал, но при этом нужно учитывать, что суди Конституционного суда, это специалисты своей области, в принципе, не каждый раз их можно понимать с точки зрения политического подхода. Народ-то надо понимать, который считает, что суду они как-то, честно говоря, не очень. Нет, Конституционный суд не будет исходить с некоторой политической необходимости. Хорошо. Вы знаете, я очень извиняюсь, тут один момент, если уже так, это касательно Конституционного суда. Эксперты, реальные эксперты, значит, из Германии, Венгрии, которые проводили оценку законодательства молдавского касаемо деятельности Конституционного суда, значит, выдали целый ряд рекомендаций. И в частности, они обратили внимание на то, что это нонсенс, когда, с одной стороны, субъекты, которые имеют право стоять в вопросах об изменении Конституции, начиная от народа и кончая депутатами парламента, в то же время ограничены тем, что Конституционный суд скажет, а вы знаете, эта инициатива является неконституционной. И все. Понимаете, проект является неконституционным, и поэтому он не подлежит рассмотрению. Фактически, вот это положение они считают барьером, шлагбаумом, как хотите, как хотите, на пути демократического развития государства, и в частности, этих всех институтов. Чего, кстати, у нас, они прямо отмечают, у нас чрезвычайно, значит, не только огромные полномочия в этом смысле Конституционного суда, но они еще интерпретируют, они считают однозначно, они уверены в том, что они являются источниками Конституционного права. Они имеют право не только толковать Конституцию, они имеют право и новые нормы Конституционные формулировать. А это уже опасно. Согласитесь, это уже опасно. Ну, во-первых, я не думаю, что если бы был поставлен вопрос перед судьями во Франции Конституционного совета, если бы их спросили о том, что можете ли вы рассматривать, насколько Конституционный запрос, да или нет, то они просто не скажут, что, подождите, это компетенция Конституционного суда, в данном случае, данной структуры. Конституционный вопрос, да. Но это не означает, что, я скажу, вы эту инициативу не выдвигаете. Без объяснения. Знаете, если проводить, опять же, параллель с международными судебными системами, то так же сами международные суды являются теми, которые устанавливают, является ли данный вопрос, входит в их компетенцию, является ли он, они полномочия должны рассматривать это или нет. То есть мы можем проводить то же самое с Конституционным судом. Я бы сказал мнение экспертов Германии и Венгрии, они вместе. А я выскажу мнение, возьму на себя сейчас такую смелость. Хотя я с ними полностью согласен. Возьму сейчас на себя такую смелость и выскажу мнение наших телезрителей, которые очень часто пишут мне, да, и волнует их один вопрос. Вот что у нас с распределением тех самых полномочий у президента, парламента и правительства? Многие на самом деле не понимают, как могло случиться так, что если, когда президента мы стали избирать всенародно, по ночи при этом президента взяли и урезали. Вот как такое теоретически вообще было возможно? Это первое, о чем хотите ответить, господин Гоморай? А у вас нет пока ответа. Вот то же самое, кстати говоря, как произошло с референдумом. Я жду все вопросы до конца, то есть после этого. Да, вот это очень важный момент. То есть люди хотят понять. И согласны вы ли с тем, что необходимо пересматривать на сегодняшний день Конституцию в части грамотного распределения полномочий у Ветвеева? Для того, чтобы не было, как вы говорите, политических кризисов у нас. Господин Мишин. Ну, я продолжу тему сначала Конституционного суда, и как раз мы перейдем на ваш вопрос, ответ. О том, что говорят, что Конституционный суд не политизирован, так вот в 2011 году господин Апулбери, как председатель Конституционного суда, сняли с должности за то, что он просто вышел и огласил раньше приговор, чем решение Конституционного суда. Своё мнение высказали. Своё мнение, он не приговором. Да, своё мнение. И его за это сняли. А господин Танаси у нас ходил, извините, три года, и не только политические заявления делал, а и другие заявления. И в том числе, вот откуда растут, вот теперь, как полномочия урезаются. А Конституционный суд вынес решение о том, что у нас парламентская форма правления. И решение данное спору не подлежит. А это всё началось после того, как пошли заявления от парламентского большинства о том, что мы являемся парламентской республикой. Конституционный суд дал интерпретацию Конституции и сказал, что наша форма правления такая. Поэтому полномочия у президента и у института президента, несмотря на то, что он избирается всенародно, можно урезать. Вот мы и пришли. К тому, что это политический орган и данное решение. Извините, а кто вы, Конституционный суд? Вы избранный народ. Это орган высшей юрисдикции страны. Секунду. Давайте начнём. Их полномочия проверять на соответствие Конституции различных нормативных актов. Какое право имеет Конституционный суд говорить, какая форма правления в Республике Молдова? Для этого существуют представительные органы в виде парламента и президента. И у нас вообще от полномочий парламента не зависит, какая форма правления в государстве. зависит от того, какой статус у главы государства. Это в любом международном сообществе понятно. Поэтому, когда Конституционный суд высказал это, вот у нас и пошли урезания полномочий на базе решения Конституционного суда. И они дальше продолжаются. Правильно, вот Владимир Иванович заметил. По поводу референдума. Истинное право президента провести консультативный референдум с народом и посоветоваться по любым вопросам. А его берут и признают извините... Господин Мишин, у нас сейчас в политических кругах появилась новая мода. У нас выступают все время с инициативой изменения Конституции. Я вот все время, когда вижу такие заголовки, демократы хотят изменить Конституцию, принести поправки. Думаю, боже, что на этот раз? Может быть действительно какие-то моменты очень важные? Нет, смотрю, европейскую интеграцию хотят как-то там обосновать. Потом господин Лянг, тоже у них тоже, они буквально там... Нет, вру, либерал-демократы, да. В отношении Молдавского, румынского языка. Тоже у них поправки в Конституцию. Вы мне объясните, пожалуйста, а вот такой основополагающий момент, как распределение ветвей власти, чтобы не было вот таких вот вещей, необходимо сделать у нас или нет? Поправки вот эти в Конституцию нам нужны? Вы знаете, я вам скажу так. Если мы говорим с точки зрения именно взаимоотношения между тремя битвями власти, то есть законодательно-исполнительной и судебной, тут поправки не нужны. Нужна поправка одна в полномочии президента, чтобы он все-таки стал тем стержнем сдержек и противовесов при этом разделении властей. Чтобы он мог регулировать, чтобы ни одна власть не нализала друг на друга, не брала на себя какие-то полномочия, руководила... То есть нужны, но в отношении полномочий президента. Конечно, а я вам объясню почему. Да как судебная власть может быть независимой, если правительство решает, какой фонд финансов нужно на судебную власть, и парламент за это голосует? Как он? Хорошо. Господин Гамурарь, вы как считаете, необходимо нам пересматривать в части полномочий? И раз президента стали избирать всенародно. Вот нужно пересматривать? Ну вот бы даже разграничивать эти два вопроса. Первый – это установление компетенции, полномочий, каждой из ветвей власти. Это раз. И второй момент – форма выборов. Потому что от того, что президент избран всенародно, это не значит, что автоматически республика превращается в президентскую или семипрезидентскую республику. Я не говорила этого. Меня интересует именно тот вопрос, который я вам задала. Если президента избираем всенародно, скажите, пожалуйста, должны ли мы корректировать в Конституции его полномочия? Нет, я не считаю, например, что при нынешней ситуации те полномочия, которые есть, и которые есть толкование, которое дал Конституционный суд, для меня это толкование является официальным, окончательным. Вопрос о том, что может быть в дальнейшем пересмотрели разработка нового проекта Конституции, об этом в обществе должно говорить, но это не на сегодняшний день. То есть здесь опять же должны собираться специалисты. Обратите внимание, простой вопрос. А вот смотрите, вам помогает президент, он говорит. Есть вопросы. Он честно говорит. Смотрите, законопроекты некоторые он не промульгирует, возвращает. Опять же ситуация с министром и еще ряд моментов. Он говорит, хочу выйти на референдум. Хочу у людей спросить. Пусть они скажут, что они думают по этому поводу. Вы за референдумом вообще? Или как? Я не скажу, во-первых, различаю, что такое социологический опрос, референдум. Я про референдум вас сейчас спросила. Нет, я не думаю, что спросить народ, это было бы нормально? 17-18 годы, это предвыборный год. 17-18 годы, это уже подготовка, как выбором. И понятно, что данный, или то, что так называемый референдум, или возможный референдум, который мог бы состоять, он, конечно, он бы не был объективен. То есть, каждая из партий пыталась бы провести свои интересы. И, в принципе, это не в интересах Республики Молдова. Однозначно. Какой интересный ответ. Получается, когда во время парламентских выборов, Владимир Иванович, каждая из партий пытается провести свои интересы, то есть, во время кампании, это тоже нелегитимно. Я настаиваю на батаре. Вообще, в моем понимании, выборы – это тоже референдум. Да. Правильно? Да. Правильно. Выносится на суд народа вот эта программа, эта программа, это референдум. И люди говорят, вот мы за эту, часть говорит за эту, часть за эту. В любом случае, назовите вы это социологическим опросом, назовите это референдумом. Нет, социологический опрос – это другое. Это совсем другое. Людмила, вы до конца выслушаете мысль. В любом случае, идет вопрос о мнении, о выявлении мнения народа. Но референдум – это конституционная норма. Это одна из, пожалуй, единственная возможность, единственная возможность, опять же, озвучая к тому, с чего я начал. Вот народ свою власть реализует через что? Через представительные органы. Либо непосредственно. Вот именно референдум и есть возможность для народа реализовать свой суверенитет власти. Как? Ответив на вопросы. Не понравились вопросы одни, давайте сформулируйте вы свои вопросы. Каждый, ведь субъектом, или точнее правом выдвигать вопрос на референдум наделены многие, начиная от народа и кончая в том числе группой депутатов. Почему же тогда это не сделать? Пожалуйста. Но референдум это вне зависимости от того, 17-й ли год, 18-й ли год, ведь в конечном итоге это выносится на мнение народа не вопрос, вы больше доверяете той партии или другой партии, а вопрос в том, что выносятся те вопросы, которые чрезвычайно важны для народа, для страны. В этом смысл референдума. Я не могу не спросить в используя случая. Господин Гоморарий, вот еще о чем. Вот раз мы говорим о референдумах, ваша тоже инициатива по поводу евроинтеграции. Я так поняла сразу, я бы прям была уверена, что тоже пойдете на референдум. Так вот, представитель земпартии говорит, нет, мы, понимаете, почему вы так не любите референдумы, почему вы так боитесь того, что скажет народ? Нет, я никогда не говорил о том, что я не люблю референдум, несмотря на то, что я понимаю, что у нас нет тех традиций, которые из-за Франции или Швейцарии. Это раз. Во-вторых, вопрос о европейской интеграции не является новым, не мы первые, которые приняли с этой идеей. Если спросите тех, кто разрабатывал первую конституцию, уже тогда говорили о том, чтобы включить такой пункт в конституцию, но не хватило политической воли. Это момент, я говорил с людьми, которые занимались разработкой конституции. Дальше, в 2010 году, когда исполнял обязанности президента господин Гимпу, рабочая группа, которая работала над изменениями в конституции, также я видел этот пункт, он был более, то есть сейчас он более конкретный, был более таким расплывчатым о том, что Республика Молдова предлагает себе вот такой путь евроинтеграции. Если мы говорим о конституционности, потому что есть пример на постсоветском пространстве, это Литва, Конституционный суд Литвы, который принимал такое решение в самом начале 90-х годов. И мы, вот то предложение, которое было сделано, оно основывается, опять же, на положениях и на тех нормах, или толкования, которые дал Конституционный суд Республики Молдова. Благодарю вас. Господин Миш, вы про референдум. Как в этой ситуации? Ну, во-первых, мое мнение, что неважно, какой представительный орган существует сегодня, вопрос о референдуме всегда должен быть. Мы можем привести много стран, та же Англия, где референдум это нормальное явление, где власти... Швейцария мне очень нравится. Швейцария. У меня множество стран западных, где устойчивая демократия могу привести, где референдум проводится и с людьми советуется. И это самое главное. Если есть какие-то насущные вопросы, референдум должен быть. И когда начинают ссылаться, что вот не хватает денег или не конституционный референдум, получается, вы понимаете, вот конституционный суд, признав данный указ о проведении референдума не конституционным, опять обрезал полномочия президента, которые в конституции сегодня закреплены. То есть даже те полномочия, которыми он обладает, и мы можем сослаться на конституцию, это не выполняет. Почему сегодня не хотят идти на референдум, допустим, по внесению изменений, а зачем идти на референдум, если гарантированно есть конституционное большинство в парламенте? Если мы знаем, что сегодня 68 депутатов поднимут руки и проголосуют за это, зачем советоваться с народом? Мы внесем просто положение в конституцию и все. В чем вы видите выход из этой ситуации? Ведь не может же так продолжаться очень долго вот этот пинг-понг. Каждый раз власть будет оперировать, и правящая коалиция, я имею сейчас в виду, будет оперировать к конституционному суду, рискну предположить. Потому что вместе со мной очень много людей считает, что конституционный суд практически всегда становится на сторону правящей коалиции в разрешении всех этих задач. И вот если так будет случаться, вот что необходимо делать в этой ситуации? Владимир Владимирович. Ну, я думаю, что в принципе, спросив нас, вы с гораздо большим бы успехом и получили бы более, скажем, такой концентрированный ответ, если бы народ имел бы возможность высказаться на том самом референдуме, а вы за то, чтобы президент имел полномочия по распуску парламента и в связи с чем могли бы быть проведены досрочные парламентские выборы. Поняла. В этом я вижу сегодня только возможности выхода. Во-первых, я отвечу на ваш вопрос о том, что какова будет позиция или какова позиция каждый раз в конституционном суде. Я думаю, что именно тот факт, что правящая коалиция сегодня правильно формурует вопрос или, по крайней мере, займет правильную позицию, и это и есть ответ на то, почему решение конституционного суда принимается в такой форме. Я поняла, в чем секрет. Правильно формулирует вопрос. Для меня, в любом случае, позиция конституционного суда является высшей... Ну, вообще, вы знаете, мы с вами так говорим, сейчас вот тест такой, хотите... Это мне напоминает одну шутку Йосима Виссарионовича Сталина, который говорил, все решают кадры, но не все решает отдел кадров. Вот это все на самом деле не так безобидно. Вот сейчас, Владимир Иванович, как фраза, «Скоро армия может не подчиниться Верховному главнокомандующему». Я не скажу, кто это сказал, но вот охарактеризуйте, пожалуйста, это высказывание. Что за этим стоит, если это сказала государственное лицо? Ну, вы знаете, неподчинение Верховному главному командующему это военно-боинское преступление. И все. Точка. Так. Я уверен, что армия на это не пойдет. Армия. И конкретные военнослужащие, начиная от офицерского состава, и тем более, окончая, так сказать, рядовым составом. Здесь проблема опять же той самой политики и опять же проблема полномочий президента. Все знают, это в соответствии с Конституцией, президент является Верховным главнокомандующим. Исходя из этого, у него есть целый ряд полномочий в этой сфере, сфере обороны, которые регламентированы в конкретных законодательных актах. Владимир Иванович, у нас так. А вот тут-то и возникает та самая проблема. Да. Два юриста, три мнения. Невозможно, да не может быть двух мнений по статье 33, часть 3 закона о государственной обороне. Действующий закон, который четко говорит, что участие воинских подразделений, тем более с техникой, тем более с вооружением и так далее, за пределами страны может быть осуществлено и они могут быть направлены только с согласия верховного главнокомандующего. Господин Гамурай. Что тут трактовать еще? Эту фразу сказал спикер парламента Господин Канду. Вот. Скоро армия может не подчиниться верховному главнокомандующему, если он не остановится. И далее по тексту. Вот как эту фразу... Вы согласны с оценкой, Владимир Иванович? Я бы даже добавил. То есть жестко, так я понимаю. Ну, это не то, что жестко. Вы говорите, может ли армия не подчиниться? Она уже не подчинилась. Нет, я не говорю. Так говорит Канду. Господин Канду, да. Он сказал, что может не подчиниться. Вы цитируете, да? Да. А она уже сегодня не подчинилась. А когда на учение уехало 57 человек, при условии, что главнокомандующий запретил это делать, а когда он приостановил действия постановления правительства, а оно ночью было опубликовано в монитор официал, а как это расценивать? Это подчинение главнокомандующему? Если исполняющий обязанности министра обороны обращается с просьбой отпустить, а главнокомандующий запрещает, а военнослужащие все-таки едут. Как это расценивать? Вот с юридической и политической точки зрения пусть ответят. Нам повезло. У нас в студии находится господин Гамурарь, который попытается ответить на наши вопросы. Я начну с того момента, который был высказан здесь, о том, что статья 33 запрещает выезд за рубеж с техникой и с оружием. Насколько мы знаем, эти 57 военнослужащих выходили без оружия. То есть это не нарушает данный закон. Это раз. Во-вторых, военнослужащие выполняют приказ министра... А в том числе с... Военнослужащие выполняют приказ во-первых, министра обороны и есть решение правительства. Значит, в данном случае нужно рассматривать это участие в том числе в контексте наших международных обязательств. Есть международные соглашения, которые не... То есть разный. Мы не говорим о том, которые идентифицируются парламентом и промульгируются президентом. Есть министерские соглашения. То, что Республика Молдова участвует или наши вооруженные силы участвуют в этих учениях, начиная с 1996 года, это также является нашим внешним долгом. То есть мы выполняем свои международные обязательства. В данном случае возникает вопрос, почему глава государства противится выполнению наших международных обязательств по отношению к нашим партнерам. То есть такой же вопрос возникает в связи с этим. Хорошо. Я в отношении цитаты Канду. Я извиняюсь. Учение – это не обязательство. Участие в операциях миротворческих – это обязательство. А учение – это не обязательство. Нет. Есть международные обязательства. Это право. Это право. Хорошо. Я прошу прощения, господин Мишин, я хочу услышать все-таки… Вот поясните мне это заявление Канду. Скоро армия может не подчиниться Верховному главному команду. Что-то не сказал рядовой депутат. Ну да. Но я понимаю, что сегодня было сказано… Это заявление, на ваш взгляд, оно политически выверено? Оно способствует миру в стране? Я думаю, это заявление было сделано именно в том контексте, в котором сегодня находится то, что было обращение в Конституционный суд, и то, что глава государства во второй раз отказал на назначение министра обороны. Я не думаю, что эти слова нужно толковать как то, что армия принципиально не будет подчиняться главнокомандующему. Вопрос в том, что создается некий вакуум, где, в принципе, непонятно, как будут дальнейшие действия вооруженные силы. А вот предлагается таким высказыванием схема действий нашей армии. Спокойненько говорят, что надо делать. Вот скоро не подчиниться. Я, например, это заявление не поняла, господин Гомон. Вот никак. Здесь опять же, как исходить, как толковать эти слова? Да как не толкуй? Если такой прогноз делать в стране, когда армия не подчиняется Верховному главнокомандующему, как не толкуйте? Это нельзя. Вопрос в том, что данные слова были сказаны в контексте той ситуации, в которой находится Республика Молдова, что это может привести к тому, что практически не будет прямого диалога между главой государства и армией. Ага, то есть подчинение у нас как диалог. В армии у нас диалог с фэнмишен. Поясняйте по поводу. Мы сейчас уже дошли до диалога в армии. Ни в коем случае. Во-первых, в армии не может быть диалога. То есть есть главнокомандующие, которые командуют. Приказы есть в армии, насколько я понимаю. Есть устав. Начнем с самого начала. Помимо законов Конституции, еще в армии есть устав, который должен соблюдаться всеми военными. По поводу обращения в Конституционный суд, о котором господин Гамурай сейчас объявил. И что цель обращения? Чтобы без президента, как главнокомандующего, назначить министра обороны. Это раз. Второе. При обращении наше доблестное правительство ссылается на решение Конституционного суда 1999 года. По поводу полномочий, по поводу сроков и так далее. Которая делает ссылку на 82-ю статью Конституции, которая исключена в 2000 году и до сих пор не вернулась. И вы понимаете юридический коллапс? На что мы ссылаемся и как мы хотим по-быстрому назначить министра обороны, опять-таки урезав полномочий к президенту. Самое интересное будет вот что. Решение Конституционного суда, кто подписывает указ о назначении министра. Решение правительства, а кто подписывает указ? По Конституции только президент. Точка. У меня времени у нас уже вышло, но я как всегда перебираю. Потому что очень хочу поинтересоваться вашим мнением в отношении возможного развития этой очень сложной, я бы сказала, ситуации. Господин Гоморай, очень коротко. Вы видите вариант, что в свете последних событий правящая коалиция сможет сделать шаг и попытаться проконсультироваться все-таки с президентом по поводу того, как он видит в дальнейшем ситуацию. Это возможно? Я думаю, да. Господин Сыргу был, говорил, нет. Мы по закону действуем, а консультация это не наша. В данном случае было четко сказано, что если по кандидатуре министра обороны, здесь понятно. Однозначно. Я прошу прощения. Когда называется кандидатура господина Стурзе, говорится так. Мы выдвигаем Стурзу и сразу вам говорим. Если вы ее не промульгируете, мы второй раз ее предложим. Где здесь элемент консультации, каких-то переговоров? Понимаете, вот сразу было сказано. Понимаете? Последние несколько месяцев, начиная с весны, по-моему, это было прямое доказательство того, что правящая власть или коалиция пыталась и пытается вести переговоры, в том числе с президентом. Я поняла. Вы так считаете. Владимир Иванович, можно ли считать переговорами, когда человек выходит и говорит, у нас будет этот кандидат, и во втором случае этот кандидат, и вообще будет только этот? Ну нет, конечно. Это ультиматум из расчета на то, что президент подчиниться, подчиниться, сдастся или как-то славируют. Но этого не произойдет. Это понятно уже. Поэтому, как дальше будут развиваться события? Благодарю вас, господин Мишин. Я считаю, что на сегодняшний момент у нас ситуация такая, что правящая большинство считает, что оно может делать все. И поэтому идти на диалог и общаться с кем-то по поводу каких-то вопросов, им просто... Да, зачем? Ну, не подпишет два раза, пойдем в конституционный суд, он решит за нас, и все равно будет по-нашему. Поэтому садиться за стол переговоров никто и не собирается даже. То есть вы считаете, что уже стадия переговоров, она уже вообще... А вы посмотрите по последним действиям. Ультиматумы. Мы все равно добьемся того, что мы хотим. И вот как мы скажем, так оно и будет. И по действиям это происходит именно так. И не важно, что пытаешься доказать, что вы не правы по конституции, вы не правы по закону, вы не правы так. Так, вам конституционный суд сказал, есть решение, все. Я просил бы, чтобы многие запомнили одну фразу. Мы несколько лет стоим на крови пропасти, давайте не делать шаг вперед. Эффектно так сказали. Прям вот даже добавить что-то сложное. Но я все равно добавлю. Я же женщина. Я должна вот как бы последнее слово должно быть за мной. Вы знаете, наша беседа меня и обрадовала, и огорчила. Обрадовала, потому что вы высказывали свое мнение и информировали об этой ситуации. Я стала понимать вместе с нашими зрителями гораздо больше. А огорчила, потому что это свидетельствует о том, какой у нас разброс. мнений у юристов по таким жизненно важным вопросам, с которыми сегодня сталкивается наша страна. Это же не какое-нибудь там дело арбитража, да, то есть уже ставки гораздо выше. Это не может не огорчать. И поэтому, конечно, посмотрим, как будет развиваться ситуация, но прав, Владимир Иванович, в том, что не хочется попасть в эту пропасть. Спасибо, что пришли. Приходите к нам еще, будем беседовать. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова